Привет! Уже середина августа. Московская область. Полным ходом идет сбор урожая сладкого перца. В этом году я выращивала 8 сортов сладкого и один острый. Высевала я семена 2 марта, высаживала уже рассаду в стеклянную теплицу 28 апреля. На столе не хватает еще двух сортов, конечно. Это леся и рамира красный. Но я их сняла до съемки, поэтому они сейчас у меня поспеют. И я уже потом кусочек сюда вставлю в это видео. Итак, сегодня хочу вам рассказать и сделать небольшой обзор на те сорта, которые я выращивала в сезоне 2020. Обзоры я начну с тех сортов, которые выращивала в прошлом году. Они мне понравились. Я сняла с них семена и уже в этом году их вырастила со своих семян. Итак, первый сорт это маркони желтый. Растение среднерослое, буквально 50-60 см. Среднеспелый сорт. Вес плода у меня от 150 грамм до 250. Биологическая спелость некрасивого желтого цвета. Длина 20-25 см. Форма цилиндрическая, они довольно-таки крупные. Толщина стеночки не более 3-4 мм. То есть они не толстостенные. Стеночка, можно так сказать, что средняя. Вкусные, сладкие, хрустящие. Кожица не толстая, ароматные. Они идеальны просто для запекания на гриле, также в заморозке и в заготовках. Мне этот сорт очень понравился. Я и в следующем году его буду выращивать. Следующий сорт перца – айварский. Я его выращивала в прошлом году. Само растение среднерослое до 1 метра. Среднеспелый сорт. Вес плода до 180 градусов. Удлиненная коносовидная форма. Длина до 15 см. В биологической зрелости. Красивые красные плоды. Мякоть красная, сладкая, сочная. Ароматная. Толщина стеночки будет, как и у Маркони, может быть чуть побольше. До 6 мм. Тоже получается стенка средняя. Применение его прежде всего высаживают для запекания на открытом огне, для консервации, для свежего потребления, для заморозки. В общем, универсальное у него назначение. И что самое важное, что он очень и очень вкусный для запекания на мангале. Перец просто отличный. Я его всем советую. В следующем году тоже буду выращивать. Сорт Аркана. Для меня это новинка. Среднеспелый сорт. Куст Роскидистый. Высотой около 1 метра. Плоды очень крупные. Они от 200 до 400 грамм. Кубовидные формы. Сначала они приобретают цвет больше желтые, а потом переходят уже в такой красивый оранжевый цвет. Мякоть, соответственно, тоже оранжевая. Стеночка примерно 6-8 мм. То есть она средняя, выше средней. Сочный перец, ароматный, сладкий. Он очень красиво смотрится в заготовках. Также для фаршировки он просто будет идеальный. Широкого применения перец. Очень мне он понравился. Я тоже его в следующем году буду высаживать. Перчики прям... Цвет у них изумительный. Очень красивый. Чудо, а не перец. Перец аппетитное чудо. В этом году выращиваю его в первый раз. Это среднеспелый сорт. Растение среднерослое. Плоды крупные. Они идут до 250 грамм. Красные. Кубовидной формы. С толстой стеночкой. Она идет от 9 мм и выше. Сочные, вкусные, ароматные. Я их уже, так как, конечно, уже попробовала. Поэтому я скажу, что именно вот этот сорт, он хорош в свежей нарезке. То есть его просто порезать и подать к столу будет замечательно. Из-за вот своей толстой стеночкой и сочности, и аромата в свежем виде этот перец, этот сорт, он идеален. Также он подойдет и для фарширования, и для всяких видов консервации. Отличный перец. Мне он очень понравился. И у всех сортов, которые я сегодня показываю, урожайность очень и очень хорошая. Следующий сорт Султан. По нем сразу видно. Характеристики заявляют, что это ранее спелый сорт, но я бы так не сказала. Я все-таки его отнесу к среднеспелому сорту. Растение среднерослое. Не превышает 1 метра. Это крупноплодные, цилиндрические плоды, массой до 500 грамм. Но такой массы у меня не было. Чуть поменьше. Цвет очень красивый. Рубиново-красный. Мякоть, соответственно, тоже красная. Стеночка довольно-таки толстая. Я заявляю, что она 1 сантиметр и выше. Насчет выше я бы не сказала, но стеночка довольно-таки толстая. Очень мало ребер, перегородок. Довольно-таки приличное количество семян, если вы собираете. Он среднесочный. Аромат не ярко выраженный. Но вкусный. Вкусный и хорошо подойдет он, знаете, для чего? Для фарширования. Он мне нравится для фаршировки. Несмотря на то, что он очень крупный. Его можно разделить на 2 части и зафаршировать половинками. Я такой перец это делаю, так практикую. И очень замечательно все получается. Ну, также, наверное, он пойдет и для заготовок. Ну, а ценочка из 5 баллов. Ему четверка твердая. Перец, в принципе, хороший. Перец Король Севера. Это раннеспелый сорт. Растение очень высокорослое, от 1 метра и выше. Поэтому обязательно нужно его будет подвязывать. Очень урожайный. Созревание происходит от зеленого до такого красно-вишневого цвета. Стеночка толстая, от 9 миллиметров. На вкус он сочный, сладкий, хрустящий, ароматный. Семян довольно-таки мало. Перегородка тоже слабо выраженная. Этот перец хорошо подходит для свежего потребления. Вот в салаты, в нарезку или просто поесть. Ну, также он прекрасно будет отреться и в баночках, в заготовках. И для фаршировки также. Возможно, даже его можно будет и вкусно запекать. Не знаю, я еще не пробовала. Перец отличный. На следующий год я его тоже буду высаживать. Следующий сорт сладкого перца, который я выращивала уже несколько лет. Сорт Рамира. Хотя, если быть точным, это не сорт. Это линейка сортов. Сортотип Дольче Итальяна. Это сладкий итальянский. Сам куст очень высокорослый. Может достигать метр двадцати и выше. Поэтому обязательно требует подвязки. Средний-поздний сорт. Для теплицы это будет самый лучший вариант. В открытом грунте, по крайней мере, у нас в средней полосе, он вам не отдаст весь тот урожай, на который способен. Вес плодов максимум по 150 грамм, может быть чуть больше. Длина плодов от 25 до 30 сантиметров. Его характерной чертой являются заломы у хвостика. Здесь наглядно видно. Сами плоды удлиненные, заостренные, красного цвета. Семя ложа маленькая, практически отсутствует. Стенка у этого перца тонкая. Она от 3 до 5 миллиметров. У ромера не может быть толстой стенки. Этот сорт, за что и ценится в кулинарии, за его эластичную стеночку и тонкую стенку. Он сладкий и хрустящий. И в кулинарии его очень любят повара в приготовлении. Как я уже сказала, что перец очень урожайный. Выращиваясь в своей стеклянной теплице, я макушки не прищипываю. Но если вы выращиваете в открытом грунте, конечно, нуждается в формировке, чтобы все плоды у вас созрели на кусту. Собираю уже давно свои семена и от этого сорта я не откажусь. Этот перец идеален для запекания на открытом огне. С последующей, допустим, его заморозкой на зиму. Отлично зимой, как заготовка. И он еще идеален для свежих салатов, потому что у него тонкая, хрустящая, сладкая стеночка. И нет такого, знаете, явного перечного запаха. Это вот кто не любит сильный запах перца. Отличный сорт, не болеет, не капризный. Единственное, конечно, обязательно подвязка, потому что у него очень ломкие стебли. Все. Еще хочу показать острые перцы. В этом году я их выращивала в мягких контейнерах. Они или по 20, или по 24 литра, я вот не помню. Я высаживала сюда по два куста острого перца. Сорт не помню, потому что семена уже свои давно. Название потеряно. И он уже приобретает красный цвет. Видите? Он растет вверх кончиками. И когда он краснеет, очень красиво все смотрится. Я уже, конечно, срывала на заготовке. Использую для аджики. И также я потом его высушиваю, связываю. Он красиво висит на кухне. Он очень острый. Это перец не с слабой остринкой. Такой прямо жгучий-жгучий. Итак, друзья, сегодня уже 15 сентября. Московская область. Это моя стеклянная теплица, где я выращиваю все сорта сладких персов, о которых я вам рассказала, показала, сделала небольшой обзор-отзыв. Единственное, что я в этом году упустила еще один сорт. Называется он лесе. Плоды биологической спелости красные. Каплевидные, сердцевидные формы. Куст выглядит вот так. Очень урожайный, завязывает плоды по самому макушку. Подробный отзыв у меня уже есть на канале. Прошлогоднее видео. Я вам оставлю ссылку. Кому интересен этот сорт, зайдите, посмотрите. А у меня на сегодня все. Я хочу вас попросить оставить в комментариях свои отзывы о сортах перцев, которые вы выращивали в этом году. Давайте в комментариях пообсуждаем перцы. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.